Сегодняшняя лекция посвящена генетическому контролю развития опекальных меристем. Опекальных меристем у растений две, это опекальные меристемы побега и меристемы корня. И арабидопсис, когда развивается зародыш семени в зрелом состоянии, содержит очень маленькую плоскую меристему, которая должна в течение 7 дней преобразоваться и стать нормальной вегетирующей меристемой побега. На самых ранних этапах меристема плоская, здесь она обозначена буквой М, она зажата сверху семидольным листом. Ну и вот здесь вы видите границу меристемы, это небольшая группа клеток, 2-3 слоя, до 4 слоев может быть, и она где-то около 110 клеток. Уже через 2 дня возникают примордии первых листьев. Эти примордии находятся перпендикулярно плоскости, в которой расположены семидольные листья. Вот это видно семидольный лист, меристема, и 2 примордия листа, расположенных супротивно друг к другу. Меристема несколько увеличивается, в ней уже 130 клеток. Дальше происходит развитие листа, и на 4 день видны основные структуры листа. Это 2 прилистника, прилистники немножко сдвинутые у крестоцветных в пазушное положение. Первый трихом, дифференцировка характерная для листа, и края листа начали расти, он приобретает такую характерную форму. Меристема опять же растет, она уже набирает 150 клеток. И на 5-6 день возникает следующий приморди листа, ну вот здесь показаны 2 прилистника. 2 листа удалены, первый и второй, 2 супротивных листа. И вот, наконец, возникает 3 лист. Возникновение 3 листа сдвинуто в правую или в левую сторону относительно меристемы. Меристема по-прежнему это такая плоская, чуть-чуть выпуклая площадка. В ней уже около 170 клеток. И сдвиг 3 листа определяет дальнейшее спиральное листерасположение. То есть, в зависимости от этого будет право закрученная или лево закрученная спираль листа. Вот меристема уже приобретает такую асимметричную форму. И уже на 7-й день меристема приобретает тот вид, в котором она будет функционировать дальше. То есть, она становится выпуклой, там появляются слои туники, организационный центр меристемы, дальше возникают инициалы корпуса. Видны такие уже настоящие листья. Листьев на этот момент уже можно насчитать до 5. И, соответственно, устанавливается спираль филотаксиса. Ну вот, то же самое. Два больших семидольных листа. Два первых листа перпендикулярной плоскости. Чуть-чуть сдвинутый. Третий, четвертый, пятый. Ну и дальше листья будут располагаться по спирали. Ну, кратко обобщая, как это происходит. Можно рассмотреть такую плоскую меристему. Дальше от нее часть материала уходит на первую и второй примордию листа. После этого меристема чуть-чуть разрастается. Появляется небольшой сдвиг. Из-за этого два листа асинхронны. Третий примордию определяет направление вращения спирали. Ну, дальше появляется все, что положено у листьев. Там прилистники появляются. Сами листья растут. Ну, и после этого возникает пятый, шестой, там и так далее примордию. Генетики, они народ такой дотушный. И они решили посчитать, в каком соотношении в потомстве появляются право закрученные и лево закрученные спирали уаробидопсис. Ну, и здесь оказалось, что это целиком случайностный процесс. То есть, половина примерно потомков оказывается право закрученными, половина лево закрученными. И этот признак никак не передается по наследству. Это не всегда так для растений. Бывают стабильные, стабильно закрученные спирали. Но вот аробидопсис как раз оказывается, что спираль определяется случайно. Более того, если развиваются боковые побеги, то их спиральность может быть и правой, и левой. И тоже она будет устанавливаться случайностно, не опираясь на ту спираль, которая была исходна. На самых ранних этапах есть несколько генов, которые контролируют переходы меристемы в это вот вегетативное нормальное состояние. От меристемы зародыша. Вот один из мутантов, который был получен, получил название Forever Young. Оказалось, что это надзависимая оксидередуктаза, которая контролирует образование активных форм кислорода. И при ее повреждении меристема не может перейти в выпуклое состояние. То есть, она продолжает быть плоской. Материал расходуется на листья. Понятно, что листья из-за этого получаются маленькие. То есть, меристема не растет, не увеличивается в размерах. И в конце концов, всю меристему разбирают на вот эти вот листья. И на этом развитие прекращается. Ну и кажется, что вот даже там недели 3-4 растет это растение, а выглядит как молодой сеянец, только что проплюнувшийся аробидоксис. Вот поэтому название такое Forever Young. Если посмотреть, как там устроена меристема, то меристема в этом случае слабо очень выпуклая. То есть, она не разрастается. И листья расходуют материал в случайном порядке. Тут даже не спиральное листерасположение получается. Значит, первые два листа, третий, четвертый рядом, пятый, шестой, седьмой, там на другой стороне меристемы. То есть, здесь нарушена позиционная информация, которая бывает у нормального целого растения. То есть, в нормальном растении листья появляются в определенном порядке. Порядок достаточно строгий. Ну и здесь вы видите хорошо правильно установленную спираль и большое число листьев. Мутант Disrupted характеризуется тем, что листья теряют дорзивентральность. То есть, трихомы могут появляться в этом случае и на верхней, и на нижней стороне листа. Тоже можно сказать об устичном аппарате, устисцы сверху и снизу могут оказаться. То есть, нарушено зонирование листа. Это происходит, по-видимому, из-за того, что в самой меристеме нет такого четкого разделения на слои L1, L2, L3. И, соответственно, не образуется упокоящийся центр. Вернее, организационный центр меристемы. Ну и из-за этого нарушается пространственная организация. Опять же, меристема разбирается на листья. Очень сильно она не вырастает. И получаются такие вот искореженные розетки листьев. У мутантов шизует. В момент перехода меристемы в выпуклое состояние периферическая часть и подстилающая медулярная часть меристемы погибают. Из-за этого верхушка отмирает. И для того, чтобы как-то жить, мутанту приходится инициировать новые побеги из боковых почек. Тоже на ранних этапах у них все хорошо. А когда они пытаются выйти в выпуклое состояние и правильно изомироваться, то все происходит по новой. В результате вместо одной центральной точки роста возникает много таких вот боковых. Вот, видимо, исследователям это напомнило о раздвоении личности у растения. И вот они решили назвать такой мутант шизоид. Нижняя часть это меристема корня. Соответственно, есть мутанты, которые это повреждают. В частности, мутант рутми меристем ЛЭС. Этот мутант оказался с выясненной такой функцией. Он кодирует гамма-глутамин цистеин синтетаза. Напомню, что это самый первый этап биосинтеза глутатиона. То есть глутамин должен присоединиться к цистеину, причем не в альфа, а в гамма-положении. Соответственно, при этом нарушается развитие постэмбрионального корня. То есть в раннем развитии, пока зародыш формирует корневую меристему, все хорошо. Но когда она должна перейти к функционированию, и в покойчивом состоянии выйти и начать расти, вот тут и происходят изменения. Что эти корни замирают. Если еще и подогреть, то мутация более сильно выражается. Здесь вы видите, мутант на разных температурах по-разному себя ведет. Но в любом случае верхушка корня притормаживает, и могут возникать какие-то из-за этого боковые корни. Ну и нужно сказать, что можно этот мутант спасать готовым глутатионом. Готовый глутатион восстанавливает фенотип. Ну и понятно, что здесь важна какая-то редакция состояния, которая контролирует глутатион. Видимо, там соотношение активных форм кислорода здесь важно. Ну и, соответственно, здесь чисто такое биохимическое влияние. Второй мутант, который называется байпас, кодирует некоторый сигнал неизвестной природы. Но, значит, этот сигнал подвижен. С одной стороны, повреждается корневая система. Тоже корень достаточно рано отмирает. Но, кроме того, происходит арест развития опекальной части. Соответственно, там или возникает совсем чуть-чуть листьев, или даже листья могут быть неразвиты. Оказывается, что если привыть мутанта байпас на корни нормального растения дикого типа, то тогда меристема побега восстанавливается. То есть, из корня приходит нечто, что действует на меристему побега, и меристема начинает развиваться нормально. Выяснено, что ген байпас негативно регулируется важным регулятором развития геном Вушель. Это из ВОКС-семейства, о котором мы говорили где-то в первых лекциях. По фенотипу он похож на рут меристем-лэс один, но если давать глутатион, то тогда он не спасается. То есть, это не влияние глутатиона, а какой-то более глубокий, еще пока не изученный процесс. Фулли фасциейтед, полностью уплощенный, полностью фасциированный, это мутант, у которого происходит увеличение меристема прямо с ранних этапов развития. При этом нарушается филотаксис, меристема становится плоской, вытянутой, огромной, и в результате дает вот такие вот побеги. Здесь уже показана поздняя стадия, стручки растут, ну и видно, что стручки расположены не в построгой спирали, а в более беспорядочном расположении. Ну и есть мутанты, которые просто фасциированы. Ну, например, один из мутантов фасциейтед, это фактор сборки хроматина. Он действует тоже через ген Вушель, и при повреждении этого фактора сборки хроматина происходит арест развития пекальной меристемы побега. При этом она очень сильно увеличивается в размерах, ну и мы видим, она становится даже такой вот плоско-выпуклой, такой вот линзовидной, очень крупной. Ну и зонирование меристемы тоже не состоится в нормальном состоянии. Ну вот здесь сравнение с диким типом. Вы видите, у дикого типа все хорошо, нормально, клетки располагаются слоями, меристема зонирована, а у мутанта меристема увеличена в размерах по сравнению с диким типом, но она не организована в форме слоев, и нет вот такой вот внутренней клеточной организации. Факторы ремоделинга хроматина из семейства Polycomb регулируют переход к вегетативному росту или переход к цветению. О нескольких этих факторов мы говорили уже прежде, но вот здесь вот подчеркнем, что есть один из компонентов комплекса, который получил название Embryonic Flower 2. Ну и здесь есть и Curly Leaf, скрученный лист, Fertilization Independent Endosperma, о котором мы говорили при развитии семени, Multicopy Suppressor of ERA, похожий на гендрожей, но вот Embryonic Flower получил свое название благодаря характерной мутации. Здесь после семидольных листьев меристема вместо того, чтобы развивать вегетативную часть, она почему-то переходит к формированию чашелистиков, лепестков, цветок пытается образовываться из-за пекальной меристемы, то есть в норме гены развития цветка должны быть репрессированы, этим и занимаются факторы ремоделинга хроматина, то есть они программу развития цветка притормаживают. А в случае мутации оказывается, что эта программа как бы раскрепостилась, и растение сразу же переступает к генеративной фазе. Ну и есть еще мутант Curly Leaf, ну здесь вы видите, что это отражается действительно на форме листа, и если как бы только один Embryonic Flower рассматривать, то у него такой вот заметно уже уменьшенные листовые пластинки, а у двойного мутанта размеры еще сильнее уменьшаются, и более выраженными становятся генеративные признаки. То есть если убрать два из факторов ремоделинга хроматина, то тогда эффект получится гораздо сильнее. Развитие растения происходит по-разному, в зависимости от того, как делятся клетки. Математики даже придумали такой вот способ моделирования, это моделирование при помощи L-систем. Это означает, что мы берем некоторый элемент и задаем правила его замены. Ну, например, мы берем одну клетку и заменяем ее двумя клетками. Ну и примерно показано правило, по которому клетка делится, то есть она делится все время по одному и тому же правилу. В результате мы заменяем одну клетку двумя. Нижняя клетка будет иметь, ну как бы, новые свойства, она не будет дальше делиться. А верхнюю опекальную клетку мы опять же заставим делиться, и, значит, в L-системе будет заменяться именно она. Это уже следующая замена, следующая замена, и мы видим, что происходит образование такого ровного ряда клеток. Этот способ роста характерен для нитчатых водорослей, то есть они образуют нитку благодаря тому, что клетки делятся все время в одном и том же направлении. Кроме того, так возникает протонемы мхов, то есть спора, попав на субстрат, образует ряд клеток, который виден как нить. Начальная стадия прорастания многих спор других споровых растений, папоротников, лунов, ну и, наконец, суспензор семенных растений, не всех, но вот, в частности, у аробидопсис возникает по вот этому варианту образования линейной системы. Понятно, что создать что-то объемное с помощью вот такого деления в постоянной плоскости невозможно. Вторая L-система предполагает, что клетка заменяется, но в ней происходит поворот на 90 градусов плоскости, в которой она делится. Ну и такая L-система дает некоторую пластинку из клеток, то есть клетки отделяются в двух направлениях, сначала в одном, потом в другом. Теперь клеткам необходимо делиться для того, чтобы все-таки поддерживать структуру. Вот это вот расстояние в L-системе изменяется, оно увеличивается. Ну и, соответственно, клетка, которая отслоилась, она должна тоже каким-то образом делиться. Дальше происходит следующая перемена направления делений, клеткам тоже разрешается делиться и так далее, и так далее. Получается однослойная листовая, ну не листовая, лучше сказать, что это листочки, да, это такая однослойная пластинка из клеток. На самом деле, примерно таким способом формируется лист умхов. И можно сделать такой вот, как бы, сочинить математическую модель, которая будет выдавать некоторый вот такой рисунок из клеток. Но, на самом деле, если мы посмотрим на реальный объект, то в нем можно отследить вот эти элементы, что вот это инициальная клетка, которая продолжает расти. Дальше вот две клетки, значит, это продукт отделения от нее на предыдущем этапе. Этап минус один, этап минус два, там минус три и так далее. То есть можно просчитать, какая клеточная граница, межклеточная граница, соответствует какому делению в этом листочке умхов. Ну, немножко осложняется то, что клетки делятся все-таки не ровно, строго напротив друг друга. То есть клетки немножко сдвигают плоскости деления для того, чтобы система была более прочной. Кроме того, возможно, растяжение клеток в продольном направлении, в поперечном направлении. Ну и самое сложное, когда они растягиваются еще в тангентальном направлении, тогда происходит искажение межклеточной границы. Но, тем не менее, листовую пластинку можно разобрать на вот такие вот отдельные детали и проследить, когда и какие деления происходили относительно опекальной клетки. Для того, чтобы создать объем, необходимо уже менять плоскости деления в пространстве. И, вот, например, у споровых растений опекальная клетка в побеговом эристеме довольно крупная, имеет такую вот форму тетраэдра и плоскость деления каждый раз поворачивается на угол 120 градусов и, соответственно, отделяется клеточный материал. Ну, понятно, что следующие клетки тоже приступают к делениям и возникает уже объемная меристема. Здесь вся меристема зависит от одной единственной центральной клетки. То есть она оказывается главным и центральным регулятором, и если что-то с ней происходит, то тогда, конечно, растению приходится трудно, и она будет стараться сделать меристему из каких-то вот боковых клеток, но это далеко не всегда и не всем растениям удается. То есть у споровых растений вот есть такой вот крупный недостаток, как одна центральная опекальная клетка. Она очень сильно связана плазмодесмами с окружающими клетками, и, соответственно, здесь идет свободный обмен. Это, с одной стороны, хорошо для регуляции, потому что клетка может посылать сигналы ниже лежащим и управлять их развитием, но, с другой стороны, в системе может случиться, ну, например, поражение вирусом, и тогда центральная клетка, вот эта опекальная, она оказывается незащищенная от такого вирусного влияния, и это, конечно же, для растения тоже не очень хорошо. Ну, вот так вот выглядит меристема модельного растения Силгинеллы, и у него видно вот такой вот рисунок из клеток с поверхности, и вот где-то вот в этой области есть центральная клетка. Ну, соответственно, пытались математики также моделировать это все, вот такую инициальную клетку опекальную, которая, значит, деляет первую, вторую, третью, четвертую клетку. Эти клетки дальше продолжают делиться, и вот в этой L-системе происходит развитие такого вот паркета из клеток. Ну, и оказывается, что здесь ведущую роль играют клеточные стенки. Вот так условно показаны утолщенные клеточные стенки, это означает, что данная межклеточная граница уже расти не будет, то есть она зафиксирована. И есть более тонкие клеточные стенки, которые позволяют клеткам дальше существовать. Соответственно, при делении отделяется какая-то часть с жесткой клеточной стенкой утолщенной, и клетка потомок доращивает оставшиеся части, но у нее тоже возникает, остается на память вот такая вот утолщенная клеточная стенка. Дальше надо в новом месте утолщить клеточную стенку, и вот клетки, ну, допустим, А трехсторонняя, Б трехсторонняя, треугольная, они могут с одной стороны порождать сами себя, и все время наследовать вот эту вот жесткую клеточную стенку, А и Б, это в зависимости от того, правая или левая закрученная. Дальше есть четырехсторонние клетки, которые также унаследовали одну жесткую клеточную стенку, другую маленькую жесткую клеточную стенку, и остальные могут видоизменяться. Клетки делятся, порождают друг друга, ну, здесь вы видите разные варианты, то есть вот сколько математики напридумывали, ну, и, наконец, пятиугольные клетки, тоже наследуют жесткие стороны, наследуют мягкие стороны, и благодаря этому паркет растет. Ну, здесь вы видите взаимный такой ряд преобразований, кто кого может породить в каком порядке, и это создает вот такие предпосылки для моделирования процессов роста апикальной меристемы у споровых растений. У голосеменных растений происходит эволюционный ароморфоз. У них вместо одной апикальной клетки, которая дирижирует всем развитием меристемы, появляется некоторая группа клеток. Эта группа клеток находится в центре, они дают производные в глубину тела растения, на поверхность образуются покровные какие-то ткани, и клетки уже слегка упорядочиваются. То, что уходит внутрь, это становится корпусом, то, что уходит в бока, это то, что считается мантией. Ну, обратите внимание, что эпидермальные клетки делятся более-менее упорядоченно, этот слой более-менее упорядочен, а вот клетки уже второго слоя, клетки второго слоя, могут делиться в поперечном направлении, и здесь мы не увидим одного ровного ряда клеток. Вот в этом и заключается как бы понятие мантии, что мантия, она немножечко неупорядочена, не столь строго упорядочена, как, например, у цветковых растений. Ну, и инициали, которые идут в сторону корпуса, вот здесь идут, можно выделить инициали корпуса, ну, и здесь какие-то видны уже приморгии листьев. Эта меристема уже лучше в том плане, что если погибнет одна какая-то инициальная клетка, то ее функции возьмут на себя окружающие клетки, и меристема достаточно быстро восстановится. Ну, и, наконец, самая большая геометрическая организация наступает у цветковых растений. Клетки лежат слоями, и их поэтому обозначают L буквами, LR1, LR2, LR3, и вместо мантии здесь возникает уже туника. Ну, и в центре находится корпус, и меристема должна уже организовать свою работу где-то вот в опекальной части. На самом деле можно отслеживать, какие инициали меристемы что дают. И вот здесь такой пример секториального строения меристемы однодольных. Значит, у аруинных было предпринято такое вот наблюдение. Ну, и видно, что одни группы клеток дают секторы, ну, допустим, вверх и вниз, другие инициали образуют там левый, правую часть меристемы, и, в общем, можно отследить потомков одной группы клеток. Меристема может оказаться более или менее равномерной и однородной, и тогда в ней нет вот таких выраженных функциональных доменов. Это, например, вот у дурнишника, вы видите, что слои лежат, конечно, ровно, но при этом нет какой-то выделенной группы клеток в центральной части. Ну, вот, допустим, уже у конского каштана мы видим в центре вакуализированные клетки, мы видим в центре слабо вакуализированные клетки с плотным содержимым, и периферическую зону, где вакуализация нарастает, и, соответственно, рост клеток усиливается. В самой-самой середине находятся клетки, которые редко делятся, и они занимаются организацией работы меристемы, это, так называемый, организационный центр. Ну, и есть еще такая, так называемая, рибзона или медулярная зона меристемы, которая возникает из инициалей корпуса. Ну, вот так вот выглядит на чуть большем удалении эта же самая меристема. У аробидопсиса все примерно то же самое, только количество клеток гораздо меньше. Первый и второй слои аробидопсиса хорошо выделяются. Третий слой выделяется, но не всеми исследователями, не всегда. Вы видите, что уже в третьем слое может такое не совсем упорядоченное деление происходить. Поэтому, значит, в каких-то работах этого третьего слоя и не видно. Но теоретически может быть и третий слой клеток. И второй вариант зонирования не по слоям на тунику и корпус, а такое вот функциональное. Есть центральная зона со сниженным методическим индексом и периферическая зона, где клетки чаще делятся, и, соответственно, здесь функция как раз нарастания происходит. Время от времени с центральной зоны клетки делятся и перемещаются в периферическую, продолжают деление. Ну и совсем редко делится организационный центр, который находится в середине. Ну вот так условно можно обозначить типичную меристему двудольного растения. Есть организационный центр меристема, откуда происходит контроль ее развития. Есть верхние опекальные инициали, которые дают начало тунике. И их можно разделить на центральную зону и периферическую зону. Ну и, наконец, инициали корпуса. Это рибзона или медулярная зона. И в ней вот происходят события, закладки там сосудистых пучков и всего такого прочего. Такая меристема очень хороша с эволюционной точки зрения. И вот здесь вы видите эксперимент о наличии симпластических доменов в меристеме. Тонкая-тонкая пипетка, можно сказать, шприц вонзается в какую-то из клеток меристемы. Внутри находится высокомолекулярный декстран, который подкрашен флуоресцентной меткой. Кроме того, этот декстран заряжен, то есть он несет некоторый заряд. И к меристеме в этот момент прилагают электрическое поле, так чтобы быстренько по всем клеткам, в которых плазмодесмы открыты, эта краска сразу же растеклась. Это позволяет быстро улавливать какие-то события в меристеме и показать, насколько клетки взаимодействуют друг с другом. Ну вот здесь укол произошел в центральную зону. И мы видим, что краска распределяется только по центральной зоне, а между центральной и периферической зоной плазмодесмы закрыты. Укол может попасть в периферическую зону. И тогда увидим, ну, примерно такую же картину, только симметричную. Краска растекается по периферической зоне, а центральная зона остается темной, поскольку плазмодесмы перекрыты. Ну и, наконец, для того, чтобы пополнить периферическую зону, в какой-то момент плазмодесмы открываются. Появляется поле симпластического домена, которое, значит, объединяет временно клетки периферической зоны и центральной зоны. Эти клетки выходят, и за ними, как бы, закрываются плазмодесмы. Опять центральная зона оказывается автономизированной. То есть она не пускает к себе сигналы по плазмодесмам. Это исследование было проведено на березе. И когда береза переходила в состояние покоя, то уколы в меристему давали очень такой слабый эффект. Оказывается, что здесь уже плазмодесмы практически закрыты. И большого такого обмена по плазмодесмам, высокомолекулярным материалам нет. Чем это хорошо для растения? Это хорошо тем, что в нем все время есть запас клеток, к которому не могут добраться вирусы. То есть большинство вирусов идет по плазмодесмам. И, соответственно, они могут проникнуть в очень многие клетки растения. Но они не могут проникнуть в центральную зону, поскольку у нее плазмодесмы перекрыты и открываются всего лишь ненадолго и совсем мало. На этом основан метод оздоровления растений от вирусов. Это метод культуры апикальных меристем. Механически выделяют центральную часть, пересаживают на среду. Ну и если там несколько клеток с вирусом попали, все равно тетравирусы становятся ниже. И повторив эту процедуру несколько раз, можно избавиться, соответственно, от вирусов. Вот таким образом очень важны, оказывается, симпластические домены меристема. Меристема обладает определенными механическими свойствами. И это исследуют с помощью такого инструмента, как к антеливеру, наклеивают какую-то частичку зонт. Ну, здесь частица зонт малого размера показана. Ну и, соответственно, дальше стараются приложить какое-то механическое воздействие и посмотреть, насколько сильно прогибается клетка или вот то самое место под приложенным напряжением. Ну и понятно, что если частичка зонт маленькая, то здесь вот, если там нет ребра жесткости, она пружине так заметно, сильно смещается. А если она попадает на границу между клетками, здесь клеточная стенка, здесь надо, чтобы деформировать, приложить большее напряжение. Ну и результат такого вот ощупывания меристемы показывает, что поверхностный слой более или менее равномерен по механическим свойствам. Вот то, что показано более зеленым, более красным светом, более жесткие части, они как раз вот равномерно распределены по всей меристеме. Независимо от того, центральная это зона или там периферическая зона, будет при морде, не будет при морде листа, это совершенно все равно. Однако, если взять частицу зонт большого диаметра, то она уже будет прощупывать не одну конкретную клетку, а она будет воздействовать на целый слой клеток и подлежащие слои снизу. Ну и соответственно, здесь результаты ощупывания такой вот крупной частицы. И тут оказывается, что меристема неоднородна. Она проминается в тех местах, где будет будущий при морде листа. То есть фактически в момент разметки механические свойства меристемы изменяются и клетки становятся более мягкими. Причем, если исходно предполагалось, что ведущую роль играют поверхностные клетки самого первого внешнего слоя, пытались их там как-то размягчать, думали, что остальная меристема просто вылезет, клетки как-то деформируют это изнутри и будет возникать при морде. Но оказалось, что эта модель неверна. И сейчас предлагается новая модель, что размягчаются глубинные слои. Второй и третий слой клеток становятся более мягкими. Первый наружный оказывается более такой жесткий. И дальше за счет клеточных делений начинается образование нового примордия. То есть то, что мы видим как закладку примордия. То есть работает все это в субэпидермальных слоях. Нужно сказать, что такая механическая неоднородность меристемы сопровождается также уже и неоднородностью работы генома. В тех местах, где собирается возникнуть новый лист, они показаны треугольничками, прекращают свою работу гены из семейства NOX. Это noted-like гомеобокс гены. И один из них получил такое свое историческое название should meristemless STM. Соответственно, он работает в меристеме и в тех клетках меристемы периферической зоны, которые не станут примордиями листьев. Ну, дальше, как только появляется примордия листьев, активность этого гена резко падает, и ниже он уже не обнаруживается. То есть он важен для пролиферирующих клеток, но причем пролиферация должна быть именно не сопровождаться дифференцировкой нового листа. Можно попробовать устроить эктопическую экспрессию. Сначала это произошло непреднамеренно. Вот у кукурузы возник мутант, который получил название noted. Noted в честь not-узел, клубенек какой-то, уплотнение ткани. Оказалось, что у кукурузы при этом поврежден промотор этого гена, и он не может выключиться в листе. То есть он продолжает свою работу, и на листе возникают пролиферирующие очаги, и они вырастают вот в такие вот узелки, клубеньки, там, такие разрастания. У орбидопсиса такого мутанта не обнаружилось, но можно было сделать с помощью 35S-промотора гиперэкспрессию гена Noted-1. Есть такой же ген у орбидопсиса. Ну и еще более сильный драматический эффект получается у табака. Здесь лист превращается в такую беспорядочную растущую структуру с листовыми пластинками, новыми почками, там, и так далее, и так далее. Таким образом, в листе важно прекратить такую неорганизованную пролиферацию. Если она не прекращена, работают гены Noted, тогда получается вот такой вот изрезанный лист с многочисленными очагами роста. Гены Nox возникли достаточно давно, и они подразделяются на отдельные классы. Где-то, значит, еще до дивергенции между красными и зелеными водорослями отделился класс генов, содержащих гомеобокс, который называется Белл. Колокольчик. О нем будет позже, когда мы будем разбирать развитие семизачатков. Дальше Nox гены, характерные для водорослей. Ну и у наземных растений Nox гены поделились на два класса. На первый класс и второй класс. Соответственно, они продолжают играть важную регуляторную роль в организации очагов пролиферации у всех наземных растений. Само семейство Nox 2 представлено несколькими генами. Показаны гены Арбидопсистолиана. Соответственно, Nat 3, Nat 4, 5 и 7 они составляют вот этот вот кладу класс генов Nox 2. Ну, здесь вот 4 Nox 1 гена и парочка из них Бревипидецеллюс и Шутмеристемлес получили название не по строению, а по мутантам. Но, тем не менее, они вот в этот класс все входят. Ну и у Арбидопсис есть 13 генов из класса Белл. Тоже они названы часто по мутантам, но это вот целый класс, который так вот объединяется. Соответственно, есть Nox гены, которые занимаются поддержанием Миристемы и это как раз гены класса Nox 1. Nox 2 и Белл могут участвовать, предполагается, их участие в дифференциации органов. на самых ранних этапах эволюции гены Белл и Nox использовались для того, чтобы контролировать цикл развития гомет и зиготы. Ну, вот в частности, показан условный цикл хламидомонады, вот она здесь представлена. У нее здесь два условных пола плюс и минус, и в них, соответственно, экспрессируются у одних гены из класса Белл, а другие это водорослевые Nox, пока непонятно первый он или второй. Пока гометы живут свободно, не произошло вот такое оплодотворение, как бы Белл и Nox регулируют жизнь отдельно. Но, как только они оказываются вместе в зиготе, то тогда начинается программа развития зиготы. Она сопровождается разрушением хлоропласта от минус родителя, разрушением митохондрии от плюс родителя, уплотнением клеточной стенки, запасанием каких-то запасных веществ, что это возможно, отмиранием жгутика, то есть включается такая программа для суровой перезимовки или переживания какого-то безводия, других неблагоприятных условий. Ну и, соответственно, вот эта программа запускается одновременным присутствием и белл и нокс. Обратите внимание, что дальше произойдет миоз и жизнь опять перетечет в гаплофазу. То есть у наземных растений вот это сочетание белл и нокс должно играть большую и важную роль, потому что у них как раз развиты гиплоидные ткани с парафитой. А у хламидомонада мы видим, что они могут как бы в гаметофите, то есть извините, в гаметах быть отдельно. Теперь давайте перейдем к мхам. У них основное как бы тело составлено гаплоидным гаметофитом и кроме того есть диплоидный спорофит. У диплоидного спорофита есть задача пройти определенную программу и дать споры. Ну здесь диплоидная ткань и для того, чтобы она пролиферировала Белл совместно с генами НОКС первого класса контролирует вот эту пролиферацию. С другой стороны НОКС 2 тоже совместно с классом Белл негативно регулирует программу развития гаметофита. То есть диплоидная ткань таким образом уже контролируется двумя классами генов НОКС одни из них за пролиферацию отвечают а другие за развитие по определенному морфологическому сценарию. Ну и наконец когда мы переходим к сложно организованным спорофитам не просто коробочка там уже целое растение мы видим такое большое в виде спорофита то поддержанием работы меристемы и пролиферации занимается как раз гены Белл и НОКС совместно а развитием листьев и дифференцировкой ткани занимается по-прежнему Белл и НОКС-2 вот таким образом произошло сначала удвоение как бы стало два класса генов здесь в эволюции и произошла их функциональная специализация как мы помним клеточное деление у высших растений контролируется двумя типами гормонов это ауксинами и цитокининами при этом в любой меристеме цитокинины производятся на месте в виде изопентаниладенина и это цитокинины которые не отправляются в дальний транспорт они используются для регуляции на месте оказывается что гены НОКС-1 класса запускают изопентанил трансферазы что приводит к синтезу изопентаниладенина то есть все эти гены СТМ над 1, 2, 6 1 класса они нужны для того чтобы запустить цитокинин и соответственно цитокининов становится в меристеме много там где они выключаются соответственно цитокининов становится меньше и клетки от делений приступают уже к процессам больше растяжения хотя определенная часть делений до сих пор сохраняется гены класса НОКС находятся в антагонизме с другими классами генов асимметрик лиф-1 асимметрик лиф-2 которые работают в листьях то есть гены НОКС класса выключают эти гены и поэтому в центре меристемы никогда не возникает новых листьев ну и в дальнейшем они же запускают биосинтез цитокининов и цитокинины подстегивают также развитие и экспрессию этих же самых генов кроме биосинтеза цитокининов НОКС гены первого класса негативно регулируют биосинтез гиберелинов они выключают гиберелин-20 оксидазу ключевой фермент в биосинтезе гиберелинов и стимулируют гиберелин-2 оксидазу гиберелин-2 оксидаза переводят гиберелины в неактивное состояние поэтому гиберелины с одной стороны не синтезируются с другой стороны даже если они попадут в эту зону они будут инактивированы ГА-2 оксидазой в месте где размечается новый примор дилиста скапливается ауксин индолил уксусная кислота это служит триггером для генов асимметрик лиф и ген асимметрик лиф выключает NOX гены видите что окраска резко поменялась на схеме такая условная схема у нас происходит так что асимметрик лиф выключает гены NOX и это убирает негативную регуляцию с гиберелин-20 оксидаза и гиберелин-20 оксидаза начинает производить гиберелины эти гиберелины преобладают в листьях таким образом по меристеме течет ауксин меристема делится благодаря наличию цитокинина в точке где поворачивается поток ауксина в центр выключаются гены NOX выключается цитокинин и на этом фоне включается гибереловая кислота которая вызывает растяжение клеток и формирует программу развития листа гены содержащие гомеобокс очень важны и вот еще одно семейство о котором мы с вами говорили это гены семейства VOX VUSHEL related гомеобокс VUSHEL был из них обнаружен первым а потом еще обнаружено достаточно много похожих на него генов обратите внимание что для всех них характерен гомеодомен хотя он располагается в разных частях кодирующей области кроме того есть дополнительные домены которые нужны для белок белковых взаимодействий и по ним тоже происходит классификация этих VOX генов достаточно большое количество таких функциональных доменов не содержит у Робидопис обнаружено 15 генов и они контролируют разные процессы если мы посмотрим на то какие клады у них есть то есть древняя клада это VOX с большими номерами у Arbidopsis те самые у которых нет вот этих дополнительных функциональных доменов они обнаруживаются у водорослей мхов папоротников дальше промежуточная клада которая представлена уже у семенных ну и наконец современная клада это VOX с низкими номерами уже со специализированными дополнительными доменами и среди них классический вушель ну здесь вы видите вот эту кладу вушель современную кладу промежуточную кладу и вот эту кладу зеленых водорослей древнюю кладу вушель сказать что генное семейство VOX похожее на вушель обнаруживается у самых разнообразных объектов ну понятное дело что очень хочется понять как это было в процессе эволюции для этого исследуют разные объекты ну например надо чтобы были двудольные другие объекты ну в частности виноград там например рис кукуруза и все они несут гены похожие на вушель кукурузы их даже два и первый и второй и соответственно все они тем или иным способом экспрессируются в меристеме ну кроме того на некотором эволюционном отдалении стоят голосеменные растения ну типичные хвойные гнетум гинго ну конечно их сравнивают с вушель и в ряде работ обозначают как вушель однако сходство может оказаться недостаточно сильным и здесь как бы еще вукс гены недостаточно дифференцированные по своей роли ну и наконец циатат терис это папоротник у которого честного вушеля не нашлось есть что-то похожее вушель лайк гены то есть идет поиск по геному вот этих вот разных вушель генов у арбитопсис в норме ген вушель экспрессируется в организационном центре меристема по-видимому его активность важна для очень низкой пролиферации этих клеток то есть здесь методический индекс низкий и в более высоких клетках в слоях L2 L3 L1 ген вушель не работает в случае фасциации например у мутантов клавата 3 ген вушель также экспрессируется но он экспрессируется по всему пространству меристемы очень так вот обширно тоже отступив от поверхности 2-3 слоя клеток и это означает что для включения вушель важен сигнал какой-то с поверхности и это сигнал позиционный какой-то то есть клетки определяют свою позицию если сделать гиперэкспрессора по гену клавата 3 то тогда вушель не включается совсем и меристемы не возникает то есть происходит полный арест развития эпикальной меристемы побега ну и соответственно возникает такой вот регуляторный контур в котором верхние клетки клетки слой л-1 производят короткий пептид клавата 3 из семейства клей дальше он воспринимается рецепторами клавата 1 клавата 2 они негативно действуют на аген вушель аген вушель опять дает какой-то позитивный сигнал то есть вушель активируется дальше доходит до верхнего слоя этот сигнал и возвращается обратно сигнал негативной регуляции ну клавата 3 был один из первых обнаруженных ну и дальше есть другие гены которые получили название клей и у орбидопсиса их достаточно много клей это клавата эмбрио surrounding region related такое сложное название ну клей это такое сокращение ну и нужно сказать что кроме этого клавата 3 есть другие короткие пептиды не обязательно они похожи на клей из той же самой серии кто-то похож кто-то менее похож но по крайней мере вот такая есть в целом картина исходно продукт белка клавата 3 образуется как очень крупный препропептид у него есть сигнальная часть которая направляет этот пептид в просвет эндоплазматического ретикулума при этом она отрезается ну и дальше в аппарат Гольджи и происходит экскреция наружу то есть это сигнал о том что белок должен оказаться в конечном итоге вне клетки дальше некоторая часть вариабельная которая не войдет в состав активного короткого пептида пропептид модифицируется здесь обычно по пролину происходит гидроксилирование кроме того может случаться гликозилирование арабинозой и сульфатирование каких-то коротких пептидов то есть вот этот пропептид дополнительно модифицируется после этого из него выстригается все ненужные части и остается уже активный короткий пептид и активный короткий пептид оказывается вне клетки ген клавата-3 не активен в эмбриональной меристеме но когда она уже переходит в такое выпуклое состояние нормально зонирована его активность оказывается приуроченной к верхним слоям клеток вот здесь мы видим что слои L1, L2 иногда захватывает L3 имеют такую вот активность гена клавата-3 рецепторы клавата-1 расположены несколько ниже и окружают собой организационный центр с максимумом активности именно в организационном центре рецепторы это лейцин обогащенные киназы лейциновая часть создает протяженный такой гидрофобный участок с определенной конформацией есть трансмембранный домен ну и соответственно часто представлен также и киназный домен оказывается что эта функция задублирована оробидопсис и все что обведено вот таким прямоугольником это гены клавата-3 барли энли меристем 1,2 и 3 они могут создавать рецепторные комплексы которые как раз будут воспринимать короткий пептид клавата-3 ну условно можно показать этот процесс так что клавата-1 это рецепторная киназа демеризуется с корецептором клавата-2 получается гетеродемер это наиболее представленный демер здесь показан модифицированный короткий пептид клавата со всеми арабинозами гидроксилированным пролидом и всем таким прочим и дальше происходит связывание с рецептором что приводит к фосфорилированию автофосфорилированию рецепторной киназы клавата-1 и дальше распространению вот этого сигнала клавата-3 при этом выводится из строя и единственный способ как-то исправить ситуацию после того как какое-то время комплекс пофункционирует его полностью разбирают и ставят на поверхность мембраны новые рецепторы и корецепторы оказывается что функция задублирована достаточно странным образом и клавата-3 может взаимодействовать с разными по форме рецепторными киназами с одной стороны классическим считается взаимодействие клавата-1 и клавата-2 и значит в случае если происходит мутация по клавате-2 то клавата-1 начинает объединяться в комплексе сама с собой обнаруживается очень крупные рецепторные комплексы которые больше чем классический вот этот комплекс интересно что при мутации клавата-1 все равно часть клаваты-3 короткого пептида связывается с мембранами за счет того что клавата-2 может объединяться с корене сама клавата-2 имеет только легант связывающий домен корене не имеет легант связывающего домена но зато она умеет автофосфорилироваться после связывания с клаватой-2 ну и получается что один хромой другой безрукий а вместе они могут выполнять полностью функцию связывания рецептора леганта но конечно это получается хуже чем в нормальных комплексах ну и нужно отметить что по-видимому процесс вероятностный то есть есть вероятности клаваты-2 самой с собой как-то образовать комплексы корене самой с собой и там клавата с корене первая с корене и так далее и так далее то есть есть некое разнообразие рецепторных комплексов если мы еще вспомним что на эту тему еще там гена-4 есть в меристеме то возможности достаточно большие при поломках в этой системе возникает совершенно разный эффект клавата-3 является таким вот узким местом это единственный короткий пептид который здесь образуется и он ничем не задублирован если происходит мутация приводящая к отсутствию клавата-3 меристема увеличивается в сотни раз может даже до тысячи раз увеличивается если повреждается клавата-1 то это важный конечно рецептор однако есть возможности все-таки для частичной регуляции повреждение клавата-1 приводит к увеличению меристема примерно на порядок раз в 10 а вот если нарушена работа клавата-2 то меристема конечно увеличивается но так в 2 в 5 раз то есть это слабый сравнительный эффект поскольку остальные части системы все-таки эту функцию выполняют здесь показаны разные варианты сочетания рецепторных киназ просто киназ нерецепторных и корецепторов друг с другом то есть киназу мы узнаем по овальному домену леганную часть по такому крючочку и значит трансмембранная часть есть у всех и они объединяются в разные такие сигналосомы сигнальные комплексы которые друг с другом контактируют объединены с другими регуляторами например с Ж-белками которые действуют на фосфатазу полтергейст тут показано организуют работу мапкиназных каскадов которые приводят в конечном итоге к факторам транскрипции гомеодомен зипер-3 и выключают ген в уши центрального нашего регулятора ну где-то детализирована схема того как эти рецепторные комплексы взаимодействуют где-то это не очень понятно но тем не менее эффект есть то есть если это присутствует все на мембране то тогда ген в уши отключается ну условно можно это взаимодействие в уши и всей системы клавата изобразить следующим образом во втором и третьем слоях прилежащим к организационному центру экспрессируются гены рецепторных киназ просто киназ и корецепторов ну например клавата 1 клавата 2 корене и вот эти комплексы располагаются на клетках отступя примерно 3-4 клетки от поверхности начинает экспрессироваться ген в уши и по плазмодеснам мы помним что здесь есть единый симпластический домен в центральной зоне отправляется в ядра клеток расположенных в верхнем поверхностном слое l1 то есть в уши возникает как фактор транскрипции в нижних клетках в клетках организационного центра при этом он сам в свои ядра не попадает он попадает в ядра тех клеток где он не экспрессировался то есть где-то вот верхний слой клеток прямой мишенью фактора в уши мы помним что это фактор транскрипции в уши лайк гомеобокс является 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 ген клавата 3 соответственно возникает короткий пептид короткий пептид оказывается вне клеток и по апопласту он доходит до клеток второго третьего слоя более глубоких слоев и по мере транспорта концентрация пептида клавата 3 падает поскольку он связывается со своими рецепторами ну и какая-то доля доходит до тех клеток которые экспрессировали в уши результатом связи с рецептором оказывается снижение экспрессии гена в уши получается ну вот как бы такой вот элемент с автоподогревом и если поверхностных клеток мало они слабо продуцируют клавата 3 то центральная зона разрастается до определенных пределов пока не накопится достаточное количество клеток чтобы отключить в уши клетки накопились в уши отключился дальше в какое-то время эта система пожила в таком состоянии отдала часть клеток периферической зоне и дальше повторяется процесс сначала пресс клаваты 3 ослабел в уши стало меньше в уши из-за этого экспрессируется включает клавата 3 и процесс повторяется дальше вот одно из проявлений увеличения объема меристемы это явление фасциация исходно когда ботаники вводили этот термин они представляли что такое уродство это результат срастания нескольких веточек и тому как бы подтверждение что иногда могут выстреливать такие отдельные веточки и мы видим перед собой пучок фасцию пучок прутьев которые вот так вот срослись вместе однако с физиологической точки зрения такая интерпретация не верна поскольку здесь мы имеем дело просто с увеличением объема меристема и сопутствующими этому событиями одно из первых описаний фасциации мы находим в книге Жерара глобальная история растений и значит он описывает как раз фасциацию как результат срастания нескольких побегов друг с другом однако лучше считать это результатом увеличения размеров и причины могут быть самые разнообразные с одной стороны это могут быть какие-то заболевания вирусные грибные бактериальные инфекции часто например агробактериальный рак приводит к увеличению объема меристема кроме того на это могут повлиять температурный режим мутации то что мы будем обсуждать в основном и какие-то физиологические нарушения ну например нарушения в транспорте ауксинов которые могут вызывать увеличение объема меристема увеличение объема меристема это процесс с далеко идущими следствиями дело в том что внутри ткани растения должны расположиться обслуживающие проводящие пучки ксилемой флоемой то есть сюда должны поступать вещества ну и при увеличении до поры до времени все бывает более или менее хорошо но если увеличивать меристему дальше то в центре возникают клетки которым не хватает то есть расстояние слишком далеко от проводящих пучков им не хватает вот этих вот питательных веществ и может случиться разные события для того чтобы это скомпенсировать ну в простом варианте может случиться образование полости то есть клетки отомрут и значит в центре будет такая вот полость второй вариант характерный для цветков это создание дополнительного круга органов и тогда здесь возникнет новый круг пучков и он будет по-прежнему обслуживать меристему ну и наконец можно заранее об этом позаботиться меристема деформируется деформируется она может разными способами ну например может быть плоская фасциация и здесь вы видите что расстояние от центра до любого ближайшего пучка достаточно близко ну и дальше плоская фасциация может увеличиваться увеличиваться в размерах переходить в грибневидную фасциацию и даже в каком-то предельном варианте переходить в кольцевую фасциацию еще один вариант просто изменение контура так что возникают такие вот выпуклости и в ботанике это называется монстрозными фасциациями ну и вот как раз такие фасциации склонны к тому чтобы отдельные очаги автономизировались и происходила такая как бы дефасциация ну здесь вы видите мутанты клавата 3 с очень сильно увеличенной меристемой то есть это вот норма нормальная меристема это ранний этап клавата 3 это более поздний этап и вы видите такую вот грибневидную фасциацию клаваты 3 при этом грибневидная фасциация затрагивает в основном центральную зону пам центральная зона становится выпуклой очень объемной там много клеток очень активен вушель в этой зоне ну и дальше клетки выходят из центральную зону в некоторый вот как бы пояс ну считается что этот пояс охватывающий меристему он имеет такую более или менее стандартную ширину и в этом поясе уже возникают новые органы существуют мутации которые приводят к фасциации у хвойных их достаточно много но почему-то не обнаружены мутации у папоротников то есть у папоротников мы помним всего лишь одна клетка и очень сложно сделать так чтобы управление расстроилось и значит там вместо одной клетки было множество эпикальных клеток каждая из которых делится и дает там очаги роста так не получается то есть вот сама система не предполагает наличие фасциации а вот уже система строения мантии корпуса позволяет спокойно заняться фасциацией то есть вот эта группа инициальных клеток оказывается очень большой и разрушенной ну и соответственно садовники стараются такие мутации вегетативно как-то поддерживать укоренять перепребивать поскольку они используются как декоративные вот классическая грибневидная фасциация у криптомерии японской у многих однодольных объектов ну например вот у ананаса или вот в аптекарском огороде алоэ наблюдается фасциация которая может вызываться клещами клещи в слюне содержат цитокинин и при питании вот этим вот объектом они заставляют меристему неконтролировано увеличиваться в объеме и возникает вот такие вот частично монстрозные чуть-чуть грибневидные фасциации там и так далее у нас эта фасциация возникла случайно при заносе с природным материалом этого клеща ну клещ не расползался он жил там рядом с миристемой и в конце концов алоэ обработали препаратом от клеща ну и феномен фасциации исчез то есть рост нормализовался и теперь это совершенно нормальные растения ну вот это вот пример когда нападение вредителей дает такой вот феномен фасциации некоторые сорта растений которые отобраны на мощность побега или при некоторых условиях там температурного режима выдают фасциацию причем есть склонность но она далеко не всегда реализуется то есть нельзя гарантировать что вот это же самое лилия или этот же самый мускари гиацентела смогут дать фасциацию и на следующий год то есть время от времени она будет появляться у разных растений но она будет также исчезать это вот пример физиологических фасциаций которые не связаны с мутациями ну и наконец классические фасциации радиальная фасциация или вот такая вот грибневидная фасциация бывает у кактусов ну и разных других суккулентов ну вот здесь вы видите результаты такой фасциации часто это результаты мутации которые удается поддерживать в течение многих лет ну и как мы с вами понимаем для контроля объема меристемы необходимы основные такие вот элементы с одной стороны это гомеобокс содержащий некоторый ген он есть у арабидомсис у риса у кукурузы мы о ней поговорим еще у томата есть гены должны быть рецепторные киназы которые обнаружены у всех корецептор у кого-то есть у кого-то нет значит псевдокиназа которая нерецепторная и вот эти дублеры характерны именно для арабидопсис дальше какие-то другие рецепторные киназы сам пептид кле клавата-3 обнаруживается тоже у многих объектов ну и другие компоненты сигнального комплекса они иногда выявляются иногда не выявляются и нужно сказать что вот когда мы дело имеем с арабидопсис там все хорошо и вот клавата-вошель работает классическим способом но как только мы начинаем отходить от арабидопсис начинаются странности и непонятности ну вот перед нами например исследование на бобовых растениях это горох и лотус японикус соответственно если мы посмотрим где экспрессируется клавата-3 то все более или менее наверное хорошо это вот какие-то верхние клетки центральной зоны и они продуцируют клавата-3 здесь генактивен если мы посмотрим на вошель то все тоже более или менее хорошо это организационный центр меристемы мы отступили от поверхности и здесь он выявляется а теперь внимание ген рецепторной киназы казалось бы вот на этот вошель должна действовать рецепторная киназа которая непосредственно на этих клетках и будет ничего подобного почему-то вот в приморьях листьев в будущем прокамбии активно рецепторная киназа клавата-1 почему так совершенно непонятно ну и вот похожая картина наблюдается и у лотус японикус у риса все вообще странно ген вошель активен даже не только и не столько в самой меристеме а в сколько в краях приморьях листьев что он там делает зачем он там нужен совершенно непонятно выполняет он какую-то такую функциональную роль но совершенно не так как у орбидопсис значит я рассказывал о том что была дискуссия о том насколько голосеменные растения действительно имеют честный ген вушель и оказывается что здесь нет специализации между генами вушель и вокс-5 можно считать что это какой-то промежуточный ген и он функционирует не только в эпикальной меристемии побега но также в эпикальной меристемии корня просто здесь он находится под слабым прессом ауксина а в меристемии корня в организационном меристемии центре и в покоящемся центре он находится уже под более таким сильным потоком ауксина кукуруза показывает тоже особенности однодольных объектов и вушель начинает экспрессироваться в примордиях листьев причем в таких фланговых каких-то зонах а вовсе не в организационном центре меристемии вот вы здесь видите такую активность условно показана для вушель 1 и для вушель 2 оказывается она примерно такая же то есть как контролируется объем меристемии в этот момент непонятно но если мы посмотрим на формирование початка то там уже вушель ведет себя как положено он начинает экспрессироваться отступя немножко от поверхности в примордиях цветков соответственно вот в початке это функция более или менее восстанавливается ну и соответственно у однодольных фасциация тоже случается и вот перед нами такой вот ген Thick Tassel Dwarf то есть утолщенная метелка и карлик это мутация по рецепторной киназе похожей на клавату 1 и проявление фасциации показывает что она тоже вовлечена в регуляцию объема меристемии ну классическая такая плоская фасциация и разделение распадения на отдельные очаги роста у каких-то отдельных объектов ну и понятно что рядов зерновок у кукурузы при этом будет больше в местах где меристема более крупные будут искажения ровных рядов этих зерновок то есть все те события которые сопутствуют увеличению меристема как вы знаете из лекции оппозиционной информации фасциация должна приводить к изменениям в филотаксисе то есть если объем меристема вырастает то тогда растение может изменить тип филотаксиса вот как раз один из фасциированных мутантов кукурузы аберрант филотаксис один состоит в том что листья пазушные почки вместо такого вот очередного листерасположения переходят к накрест супротивному ну здесь мы видим последовательные номера листьев один, два и три а у мутанта аберрант филотаксис листья расположены парами причем перпендикулярно друг другу то есть каждая новая пара располагается под углом девяносто градусов оказалось что этот мутант индуцируется цитокенином и является одним из гомологов двухкомпонентных кеназ соответственно он позволяет при его мутации клеточное деление меристема усиливается и меристема вырастает в объеме мутант аберрант филотаксис 2 оказался очень сходен по фенотипу то есть здесь вы видите примерно то же самое что у аберрант филотаксис 1 однако он оказался глутаридоксином то есть это такой фермент который связан с регуляцией редоксостояния с регуляцией десульфидных мостиков ну и в частности в некоторых факторах транскрипции они бывают важными у кукурузы экспрессия этого гена сосредоточена в периферической зоне меристемы примерно там где должны закладываться листья и соответственно оттуда происходит регуляция объема меристемы интересно что если на раннем этапе развития вот такую длинную меристему искусственно рассечь то образуется два островка клеток каждый из которых функционирует как отдельная меристема и в этом случае объем меристемы падает и растение возвращается к исходному очередному филотаксису у риса есть мутант который очень похож называется дикусата то есть фенотипическое проявление то же самое мы видим такое вот накрест сопротивное расположение листьев вместо очередного как это положено в диком типе молекулярная основа этого мутанта не выяснена но мы видим сходное проявление то есть фасциация приводит к существенным изменениям филотаксиса мутанты с увеличенной меристемой как правило плодовитые ну если мы вспомним мутант клавата 3 арабидопсис то он вполне дает достаточно много семян может быть даже больше чем дикий тип и на фоне этой мутации стали вести мутагенез с целью выяснить есть ли какие-то дополнительные регуляторы которые проявятся на таком мутантном фоне оказалось что такие мутации можно получить и одна из них получала получила название полтергейст ну полтергейст это привидение и название связано с тем что когда эту мутацию вывели на фон дикого типа то есть она была не на фоне мутации клавата то она никак не проявилась то есть фактически оказывается что вот эта негативная регуляция вушель она как-то завязана на полтергейст и соответственно действует это вот через систему короткого пептида клавата 3 оказалось что это протеин фосфатаза и она не проявляется в одиночном таком состоянии как одиночный мутант потому что она имеет дублирующий гент полтергейст лайк ну и соответственно вдвоем они регулируют программу развития меристемы и регулируют активность вушель ну и мы видим что если это двойной мутант полтергейст и полтергейст лайк то тогда у него уже есть фенотипическое проявление ну в частности если для дикого типа характерен такой вот полный цветок с полным набором органов все тычинки на месте пестик хорошо развит то двойной мутант полтергейст полтергейст лайк характеризуется нехваткой органов уменьшенным объемом меристемы недоразвитием пестика и это этот фенотип не исправляется на фоне клаваты 3 и очень напоминает фенотип мутанта вушель ну соответственно можно устроить гиперэкспрессию полтергейст лайк и мы видим тогда очень сильное увеличение объема меристемы то есть дефицит этой фосфатазы вызывает уменьшение пролиферативной активности уменьшение меристемы а слишком большая оверэкспрессия вызывает вот такие вот разрастания меристема с массой органов которые значит листовой природы это видно по трихомам по звездчатым трихомам увеличивается меристема и соответственно можно видеть такие вот проявления гиперэкспрессии таким образом вушель исходно значит позитивно регулирует клавата 3 вызывает его экспрессию клавата 3 воспринимается рецепторами клавата 1 и клавата 2 но кроме того есть и другие рецепторные киназы которые могут составлять гомо гетеродимеры и в конце концов осуществлять рецепцию сигнала от клаваты 3 претенфосфатазы полтергейст и полтергейст лайк 1 позитивно регулируют вушель соответственно они действуют не самостоятельно они действуют в некотором каскаде пути в котором участвует фосфатидил и назитол 4 фосфат это производная липидов мембраны и оно возникает когда на мембрану действуют какие-то вещества и это может быть одним из шагов который ведет от рецептора в дальнейшем в ядро и регулирует активность гена вушель ну и соответственно каким-то некоторым образом после рецепции снижается количество фосфатидил и снижается активность генов активность фосфата полтергейст полтергейст лайк 1 как это происходит это еще до конца не выяснено вушель находясь в организационном центре меристема побега не дает делиться клеткам в которых он экспрессирован то есть он снижает методическую активность в то время как клавата 3 наоборот некоторым образом повышает методическую активность кроме того есть дополнительные ветки регуляции которые связаны с генами из семейства NOX это STM1 КНАТ1 КНАТ4 некоторые другие гены которые находятся в позитивном контроле с генами Пинхет или Цвилле и эти гены экспрессируются в тяжах прокамбия дальше от тяжей прокамбия идет сигнал и во всем объеме меристемы там где важна пролиферативная активность активируются гены NOX1 таким образом меристема как бы получает сигнал от прокамбия что в будущем когда-нибудь здесь будет проводящая система и она обеспечит побег питанием если такой гарантии нет не закладываются тяжи прокамбия то пролиферативная активность меристема снижается ну и соответственно снижается экспрессия генов регуляторов с другой стороны гены регуляторы подстегивают методическую активность и мы видим здесь петлю как бы такой отрицательной обратной связи они же активируют вушель а вушель методическую активность умеряет ну и соответственно чтобы методическая активность не была слишком сильной, она должна с одной стороны чем-то стимулироваться несколькими стимулами и какими-то стимулами наоборот ингибироваться. То есть это позволяет держать меристему в определенных границах, не слишком высокой, не слишком низкой методической активности, и идет такая вот пролиферация. Есть гены, которые прямо связаны с индукцией Пенхетт и Цвилле. Эта индукция происходит там, где усиливается поток ауксина, и он усиливается в тех точках, где работают гены асимметрии клиф-1, асимметрии клиф-2. Несмотря на сходное название, они относятся к разным семействам факторов транскрипции. Ну и, соответственно, появление листа ведет к появлению прокамбия, который должен его в дальнейшем запитать с помощью проводящей системы, и к активации генов Пенхетт и Цвилле. Однако, тем не менее, это две различные области в меристеме. То есть область активности генов асимметрии клиф-2 это область будущего листа. Область активности генов семейства НОКС-1 это, соответственно, пролиферирующая часть меристемы, это активные методически делящиеся клетки. Вушель запрещает поток ауксина вглубь организма. Поэтому никогда на самом апексе меристемы не возникает терминальный лист, он всегда боковая структура, и никогда к верхушке не тянется тяж прокамбия, и никогда к этой верхушке не подходит джилк. То есть это означает, что меристема всегда будет в таком пролиферирующем состоянии, недифференцированном, и вот этот контроль вушель потока ауксинов в глубину растения не позволяет листьям создаваться в центральной части меристемы. Ну и мы видим, что игроков достаточно много, и они связаны друг с другом разнообразными как позитивными, так и ингибиторными связями. Ну и если так вот изобразить в пространстве взаимодействие этих факторов, то здесь условно там синей заливкой показана активность генов NOX, которая регулирует пролиферацию, и зеленой окраской это гены, которые дальше включатся при контроле листа. Это первый ген ANT, дальше асимметрия клифф, и это та самая точка, где поток ауксина направляется с поверхности в глубину растения и в дальнейшем в корпус, и здесь будет возникать тяж прокамбия. Клетки, которые получили много ауксина, экспрессируют ген Пинхетт-Цвилле, и этот сигнал идет к организационному центру меристемы, является необходимым для того, чтобы включился вушель. Вушель, в свою очередь, организует в центре центральный домен меристемы, центральный симпластический домен. В этом домене не происходит поворота потока ауксинов, но, с другой стороны, без этого поворота ниже вушель не может функционировать. То есть, так вот распределяется процесс в пространстве. То есть, образуется такая зона, периферическая зона и центральная зона, которая взаимодействует друг с другом по конкурентному принципу, но в то же время, как бы, глубинные слои клеток поддерживают работу центральной части меристемы. Это означает, что если мы ослабим потоки ауксинов, дадим, например, репрессоры транспорта ауксина, область активности вушель возрастет, и, соответственно, увеличится центральная зона меристемы, что приведет к фенокопии мутации клавата. То есть, будет увеличенная меристема и будет попытка к фасциации. Пазушная меристема возникает изначально как небольшая группа клеток, и самые ранние события, которые связаны с активацией пазушной меристемы, это активация генов вушель и впоследствии генов клавата-3. Обращает внимание на то, что вушель сосредотачивается в ядрах клеток пазушной меристемы, то есть она еще не дифференцирована морфологически, но это уже выделился организационный центр меристемы. И в дальнейшем, в процессе роста, обратите внимание, что сначала вушель близок к поверхности, а затем он отступает на положенное расстояние 2-3 клетки от поверхности, и меристема приобретает уже такой функционирующий вид. Процесс немножко напоминает то, что было при развитии зародышевой меристемы, аробидопсис при развитии сеянца. Там, соответственно, постепенно устанавливалась правильная структура меристема. Если посмотреть на активность гена клавата-3, то она на первых парах совпадает с активностью генов вушель, то есть они включаются в тех же самых клетках. Но когда идет уже дифференцировка пазушной меристемы, она приходит в такой вот структурированный вид, то активность гена клавата-3 смещается к поверхностным клеткам. Ну и можно это представить как такой вот процесс выделения группы клеток для организационного центра, дальше активацию генов вушель, СТМ, пролиферативная некоторая активность, появление продуктов гена клавата, сначала это все вместе и все как бы в одной группе клеток на поверхности, и дальше идет дифференцировка. Активность гена вушель смещается в глубину, а активность генов клавата-3 смещается к поверхностным слоям. И устанавливается уже некоторый паттерн экспрессии генов NUX. Побеговая и опекальная меристема и корневая опекальная меристема имеют некоторое сходство в регуляции и имеют даже очень сходные гены, которые это контролируют. Так, если в организационном центре меристема-побега работает ген вушель, то в покойщемся центре корня работает ген из того же семейства, вушель-related гомеобокс, ген VOX-5. VOX-5 определяет таким образом корневую меристем. Ну и когда мы обсуждали эволюцию гена вушель, уже на уровне голосеменных мы теряем это разделение между вушель и VOX-5. То есть это получается какой-то ген, который имеет промежуточную структуру и равноблизок и к вушель, и к VOX-5. КЛОВАТА-3, короткий пептид из семейства КЛЕ, в корне заменяется КЛЕ-пептидом-40. Более того, если взять мутант по КЛОВАТА-3 и дальше сделать экспрессию гена КЛЕ-4 в опекальной меристеме-побега, а не корня, то окажется, что они взаимозаменяемы. То есть КЛЕ-40 восстановит дикий фенотип, и таким образом побег станет расти нормально. Ну и здесь видно, что примерно активность генов из семейства ВОКС и КЛЕ-пептидов не совпадает друг с другом в пространстве и устроены по типу отрицательной обратной связи. Точно так же короткие пептиды КЛЕ синтезируются вне покоящегося ценностей, воспринимаются некоторыми рецепторами киназами. КЛОВАТА-1 даже попалась, та же самая, которая регулирует побег. И еще одна регуляторная киназа АКР-4. Соответственно, в корневой меристеме ген ВОКС-5 имеет примерно те же функции, что Вушель в стеблевой меристеме. Клетки покоящегося центра так и называются, потому что у них очень низкий методический индекс, и они не дифференцированы. Соответственно, ВОКС-5 маркирует именно вот эти клетки. Однако, в отличие от гена Вушель, ген ВОКС-5 работает под большой нагрузкой ауксина. Ауксин стекается из центрального цилиндра, проходит мощным потоком через организационный центр и отправляется в Чехлек. Соответственно, отличие в том, что они находятся под разной гормональной нагрузкой. Ну и, наконец, если сделать мутант по гену ВОКС-5, то тогда нарушается контроль меристемы и дополнительно увеличиваются клетки в области покоящегося центра, в области колумеллы. Видите, такой вот размазанный рисунок. И, соответственно, нарушается строение корня. При этом, если происходит мутация, то, соответственно, нарушается и дифференцировка в области колумеллы. Здесь нет крахмальных гранул, как положено в диком типе. Видно, что корневой чехлик очень сильно раздут. Корень в целом большего диаметра. Ну и вот клетки покоящегося центра хуже выделяются. Ну и здесь показано синим прокрашиванием. Это методическая активность клеток под промотором циклина В глюкоранидаза. И мы видим примерную клеточную активность. Соответственно, если экспрессировать под промотором Вушель ген ВОКС-5 на фоне мутации Вушель-1, то, соответственно, фенотип восстановится. У мутанта мы видим недоразвитие апикальной меристемы, часто остановки роста. Это если мутант доходит до цветения, недостаток тычинок. Но если мы поставили на место Вушель ВОКС-5, то тогда произойдет полное восстановление структуры. Верно и обратно. Если мы возьмем под промотором ВОКС-5 и подставим ген Вушель, то на фоне мутации ВОКС-5 произойдет восстановление фенотипа. То есть дифференцировка Колумелла будет нормальная, будет нормальный объем меристемы и хорошее распределение по тканям. Таким образом, это взаимозаменяемые гены. Просто они в процессе эволюции дифференцировались. Один обслуживает побег, а другой обслуживает корень. Клей-пептиды, я вам когда-то показывал картинку, что они экспрессируются каждый в своих каких-то точках в растении, имеют определенные паттерны, оказываются тоже взаимозаменяемыми друг другом. Здесь показано, что если мы тоже произведем эксперименты, по экспрессии в корне не характерных для них пептидов кле, на фоне мутации по этим пептидам, то тогда фенотип будет восстанавливаться. Ну и вот так вот, финализуя модель того, что происходит в пространстве корневой меристемы, можно сказать, что здесь работает в покойщемся центре VOX5. Дальше он отправляется в окружающие клетки, в клетки Колумела, где экспрессируется короткий пептид КЛЕ-40. Дальше этот короткий пептид взаимодействует с разнообразными рецепторными киназами или какими-то другими рецепторными комплексами, ну вот, в частности, вот этот АГР-4. И тут принимают участие те же рецепторные компоненты, как корецептор КЛОВАТА-2, киназа Корине, рецепторная киназа КЛОВАТА-1. И этот сигнал, полученный от клей-пептидов, заставляет генбокс 5 работать меньше, и возникает вот примерно та же самая модель взаимодействия, которая наблюдается в стебле. То есть, все достаточно похоже и в стебле, и в корне. Все, что мы обсуждали, это регуляция, скорее, объема центральной области меристема, ее центрального домена. Однако, случаются мутации, в которых структура меристема изменена другим образом. Сильно расширяется периферическая зона. Это также приводит к фасциациям. И здесь два таких мутанта, Мугун-1 и Мугун-2. Ну, поскольку это такие вот восточные исследователи, Мугун, это вот в переводе означает горный хребет. То есть, меристема напоминает горный хребет. В центре, в пике, центральная зона, и отроги этого хребта, это, соответственно, периферическая зона меристема. Ну, вот так вот выглядит меристема дикого типа, у арабидопсис. А так выглядит меристема Мугун-1. То есть, маленькая центральная часть, и вокруг нее расползаются хребты и отроги периферической части меристема. Оказалось, что Мугун-1 это топоизомираза, то есть, это фермент, который занимается структурой ДНК, скручивает, раскручивает ее, ну и, соответственно, моделирует хроматин. То есть, это фермент, который регулирует многие другие гены. Ну, вот так вот можно увидеть в поле зрения микроскопа электронного, что вот центральная зона где-то здесь, и отрогами расползается такая вот укрупненная периферическая зона меристема. Ну, иногда она может раздваиваться на два очага, может случаться дефассоциация, соответственно, будет две центральных зоны, и вот это вот все периферическая, недифференцированная зона, после чего меристема уйдет куда-то кверху. Соответственно, это регуляторы периферической зоны меристема. Достаточно давно известный мутант Altered Meristem Program 1, АМП-1. Соответственно, здесь нет такого вот неорганизованного разрастания, периферическая зона увеличивается как бы так изодиометрически. Это, естественно, влияет на филотаксис. Здесь мы видим нормальный спиральный филотаксис, здесь уже попытки сделать даже такой вот мутовчатый филотаксис из трех листьев, то есть очень сильно увеличены меристемы в объеме. Ну и это позволило назвать мутант Altered Meristem Program. Соответственно, в периферической зоне может закладываться больше листьев, больше каких-то органов в цветке может появляться там и так далее. Мутация связана с уровнем цитокенина, и в случае этой мутации, соответственно, уровень внутреннего эндогенного цитокенина растет. Есть еще один ген, который очень похож на Altered Meristem Program, Like Altered Meristem Program 1, LAMP1, и по гомологии, возможно, они кодируют глутамат карбоксипептидазу. Что она делает у растений, пока не очень понятно. Мы видим, что как-то участвует в регуляции периферической зоны меристемы, однако еще дополнительно эти гены влияют и регулируют уровень цитокенинов и пролиферативной активности. Ну, мы видим, что в норме меристема сравнительно маленькая, и, соответственно, содержание цитокенина ниже. То есть оба гена, оба белка являются негативными регуляторами делений клеток. Если они исчезают, то клетки делятся слишком активно. Финальная цель меристемы – не только расти вверх, но и в конечном итоге организовать листья. С одной стороны, есть уровень контроля размера меристемы, отрицательная обратная связь между ВУШ и Лекловата. Дальше ограничение примордив от других листьев, капшей, котеледан. Пролиферация клеток и определение их судьбы, или они остаются в меристеме, или они выходят в лист. Дальше индуцируются маргинальные меристемы листа, которые позволяют создать край листа. Есть часть генов, которые контролируют нижнюю поверхность, часть генов, которые контролируют верхнюю поверхность. И все эти гены таким или иным образом играют роль в индукции развития листа. И об этом будет наша следующая лекция. Продолжение следует...